Время стали Время стали рассказывает не только обо всем, что происходит на поле, но и за его пределами. Это четвертый выпуск и сегодня в нашей программе вы увидите. Сюжет защитникам каменчан Павлом Пашаевым, который на днях стал молодым отцом. Это первый момент, когда на руки брал, как бы надо привыкнуть еще. Микс опрос болельщиков и футбольных экспертов по итогам первой половины сезона. Мне очень понравилась игра в Запорожье с Зарей, но как минимум, скажем так, 85 минут. Поединок Каменской Стали и Луганской Зари. В каком состоянии наш соперник прибыл на Метеор после игры в Лиге Европы с Манчестер Юнайтед? Футболисты Стали о выступлении команды в осенней части чемпионата. Сами должны понимать, что команда так быстро не строится. На все нужно время. Планы на зимние каникулы игроков нашей команды. Новогодние праздники рождество дома. В кругу семьи? Ну да, конечно. Недавно у защитника Каменской Стали Павла Пашаева родился сын. Редакция клубного телевидения Сталь ТВ поздравила Пашу с этим событием. Мы задали несколько вопросов молодому отцу. Что из этого получилось, смотрите в нашем сюжете. Паш, поздравляю тебя с рождением малыша, твоего сына. Это прекрасная новость для всех нас. Расскажи, ты уже успел увидеть своего ребенка? Спасибо за поздравление. Да, я приезжал в роддом, когда жена только родила. На следующий день я приехал, малыша видел. Все хорошо, безумно. Сейчас я рад. Расскажи свои первые мысли, первые эмоции. Так как-то даже, я не знаю, так сразу и не скажешь. Немножко было как-то непривычно и страшновато, наверное, чуть-чуть. Это первый момент, когда на руки брал, как бы надо привыкнуть еще. Как назвали? Никита. Никита? Это кто придумал, ты или жена? Вместе. Вместе? Пашаев Никита Павлович. Павлович, да. Красиво. Да. Я предлагаю тебе пройти небольшой тест, который называется «Хороший ли ты отец?» Ты готов? Ну, давайте попробуем. Я еще учусь только стать папой, но давайте попробуем. Давай попробуем. Расскажи, вы с женой смотрите одинаково на воспитание детей? Уже обсуждали эту тему? Нет, еще пока не обсуждали, но я думаю, что примерно одинаковые взгляды. Как думаешь, кто будет более строгим, ты или жена в воспитании? Наверное, жена все-таки. Почему? Ну, я не знаю. Я сам по себе добрый такой человек. А что будет касаться моего ребенка, я все равно ему буду больше, наверное, позволять немножко, чем моя жена. То есть она кнутом, а ты пряником? Ну, можно и так сказать. Но все должно быть в меру, конечно. Какие главные принципы воспитания ребенка, по твоему мнению? Я думаю, самое главное, это уважение к старшим, слушаться родителям, конечно, и не быть избалованным, балованным. Это самое важное, я думаю. А так, думаю, все, всего понемножку должно быть. Ты уже знаешь, как держать новорожденного ребенка? Уже привык? Знаю, но пока так не очень сильно получается. Еще не привык просто. Я так обычно, ну, у сестры есть ребенок. Я руки стараюсь не брать, потому что пока побаиваюсь чуть-чуть. Но своего уже беру, уже все хорошо. Привыкаю по-немному. Начал ли ты уже читать литературу о воспитании детей? Может быть, какие-то статьи? Нет, еще пока не читал. Не доводилось. Еще нет. Ну, а сказки какие? Может быть, вспомнишь свою любимую сказку детства? Сказки? Да, помню там еще по школе. Может, это вспомню, если нужно будет, или прочитаю, но пока еще не задавался. Он же сейчас совсем маленький, пока рано. То есть у меня еще время есть научиться, подучить что-то там. Хорошо, такой вопрос. Хотел бы ты отдать своего сына, когда он подрастет на футбол, чтобы он пошел по стопам отца? Ну, пусть он подрастет. Главное, чтобы здоровый был. А там он пусть сам принимает решение. Хочет, пусть играет в футбол. Не хочет, пусть не играет. Это как бы я заставлять его не буду и не имею права. Предлагаю тебе парочку ситуаций, которые могут произойти в будущем. И вот интересно, как бы ты себя в них повел. Хорошо? Давайте попробуем. Первая ситуация. Давай представим, на улице мороз, и нужно одеть ребенка. В какой последовательности ты бы его одевал? Ну, если будет сильно мороз, я его не выпущу из дома. Выкрутился? Да. А так, ну, как обычно, футболка, штаны, свитер, куртка, шапка, обувь. Все. А в какой последовательности, не знаю, как получится, наверное. Жена будет одевать. Ага. Да я буду смотреть. Следующая ситуация. В песочнице на твоего ребенка высыпал ведерко с песком какой-то малолетний хулиган. Твои действия? Блин, не знаю, какие вопросы. Все пока не сталкивался с этим, не думал еще. Будет такая ситуация, даже не могу его сам из себя ожидать, какая будет реакция. По-разному может быть. Хорошо, давай возьмем третью ситуацию. Тебе нужно накормить ребенка обедом. А из первого, второго, третьего он хочет только десерт. Вот, что делать? Ну, что там десерт? Вот, и все. Пусть покушает десерт, то, что он хочет, и все. И неспокойнее. Ему лично, кто-то гладочек падает, не сказал потом. Какой добрый отец. Мечта. Сам как-то был, конечно. Сейчас предлагаю продолжить фразу. Я начинаю, ты продолжаешь. Хорошо. Первый подарок, который ты подаришь своему сыну, будет... Любовь. Домашних обязанностей по уходу за ребенком тебе будет совсем нетрудно... Помогать жене. Скажем так. Когда ребенок подрастет, вы будете с удовольствием вместе... Гулять и ходить на рыбалку ездить. Тоже можно. Супер. Рыбаки. Надеюсь, что в будущем мой сын... Будет лучше, чем папа. Вот так вот. Да, ну вот так вот и закончим, я думаю. Вся редакция клубного телевидения Сталь ТВ еще раз поздравляет тебя, что ты стал отцом. Поздравляет с рождением сына. И мы бы хотели подарить твоему сыну вот такую первую машину. Пусть он движется только вперед. Будет здоровым, счастливым. И, конечно же, радует своих родителей. Спасибо большое за поздравление. И спасибо большое футбольному клубу Сталь за то, что не забывает о своих игроках. И поздравляю с победителем. Сюда тоже. Спасибо большое. И тебе спасибо, что уделило нам время. Было очень приятно с тобой пообщаться. Первая половина сезона подходит к завершению. Осенняя часть чемпионата выдалась трудной для всех. И, в частности, для футболистов, которые играли порой в очень сложных погодных условиях. Но календарь есть календарь. В этом году у Сталеваров осталась одна игра с Луганской зарей. Результат этого противостояния, послематчевые интервью с футболистами и микс опрос болельщиков по итогам сезона смотрите далее в нашем сюжете. Команда создается, как говорят по классике, знаете, как минимум три года. Ну, учитывая такое положение, что команда так создавалась на ходу, оценивать очень трудно, если говорить профессионально. То есть, если говорить языком любителя футбола, ну, конечно, мое мнение, что Сталь могла сыграть на более высоком уровне. Хотелось бы лучшего, есть продвижение в игре команды, в ее стратегических планах. Ну, я скажу, что у нас только надежды на будущее. Мы все знаем, они старались, но где-то невезение, где-то фарт, где-то нас подводят то, что мы как бы не решаем все на последних минутах, не сможем удержать ничью, так и проиграем. Ну, в основном фарт, мне кажется. То есть, футболисты хотят, а не вылаживаются. Отдельные матчи, конечно, были проиграны, ну, как бы не по делу. Можно было отдельные игры вытащить. Я думаю, борьба в шестерке на будущее будет достаточно интересная. Команда наша играет, можно так сказать, не на всех сторонах. Сильно слабая сейчас защита. Ну, что можно сказать, если мы выиграли, не так уж и много. Сколько потеряли очей на боездах, сыграли ничью, вылетели с кубка, так и видно тоже. Мне очень понравилась игра в Запорожье с Зарей, ну, как минимум, скажем так, 85 минут. Когда мы были впереди 2-0-2-1, а потом не удержали 2-2. И очень сильные были игры с топовыми командами, с Шахтером и с Динамо. Это были очень такие качественные игры, скажем так. Ну, в остальных, конечно, хотелось бы, чтобы был результат. Мы с тобой стали, Влады, эй! Мы с тобой стали, Влады, эй! В заключительном матче года Сталь на Метеоре принимала Луганскую Зарю. Команду, которая прочно занимает третью позицию в украинской табеле о рангах. Да, впереди Динамо и Шахтер, затем набравшая европейского опыта Заря, ну, а дальше все остальные. Что касается стали, то она, увы, с каждым туром все дальше отдаляется от заветной шестерки. И даже перед игрой с луганчанами ее шансы продолжить весной борьбу в когорте сильнейших клубов страны были скорее математические. По сравнению с матчем против Шахтера, стартовый состав каменчан претерпел определенные изменения. Так, в середине поля, пропускавшего матч из-за перебора желтых карточек, капитана команды Максима Калинчука заменил отбывший свою дисквалификацию Максим Задирака. Кроме того, в передней линии из-за травм раньше времени сезон закончился для Марьяна Мысака и Сильвана Камвалиуса, вместо которых с первых минут вышли Орест Кузык и Кваме Карикари. Гости, которых всего три дня назад в Одессе экзаминировал Манчестер Юнайтед, начали очень активно, и буквально первая же их атака едва не закончилась неприятностями для Столиваров. Караваев остро подал с левого фланга, но никто его передачу замкнуть не сумел. На это хозяева ответили своей опасной атакой, когда Эдгар Малакян в чужой штрафной нашел у лицевой линии Кузыка, но его прострел в красивом прыжке прервал Шевчен. Вскоре Орест проверил бдительность вратаря луганчан с дальней дистанции. Первый удар в створ в ворот в матче был не опасным. Постепенно атаки хозяев становятся все более активными, и вот уже Эдгар Малакян врывается в чужую штрафную. Вот только мяч после его прострела не доходит до Карикари. Из-за неудач нашей команды в предыдущих матчах на нас лежала большая ответственность за результат, и было серьезное психологическое давление. Поэтому мы начали игру довольно нервно, особенно это было видно в держании мяча. Каждый раз, когда мы отбирали мяч, мы сразу же его отдавали сопернику. Заря, в свою очередь, старалась остро разыгрывать стандарты. Так, после навеса Сухоцкого Чечеру не хватило нескольких сантиметров, чтобы переправить мяч в сетку. Игра продолжилась на встречных курсах, и теперь уже Эдгар Малакян выводит на удар за Дираку, но выстрел Максима с линии штрафной оказался крайне неточным. Мы работаем на тренировках, над реализацией, над моментами своими. Но как в игре не хватает нам мастерства, мне кажется. После того, как игра несколько успокоилась, вновь инициативу на себя взял Эдгар Малакян, который сумел продраться сквозь нескольких защитников и откатил мяч Карикари. А Ганец продолжил комбинацию, бросая в штрафную Кузыка. Но то ли передача была неудачной, то ли Орест не самым лучшим образом принял мяч, но перспективный момент был упущен. Незадолго до свистка на перерыв, достаточно острый навес на дальнюю стойку был со стороны Кузыка, но там за Дирака не сумел как следует приложиться к мячу. Где-то не хватило, наверное, последнего паса, завершающего удара. Я же говорю, много моментов было у нас, и практически не было соперника, и в первый тайм они вообще ничего практически не создали. Мы ожидали тяжелой игры, достаточно агрессивная, квалифицированная команда, и те молодые футболисты, и за Дирака, и Мысок, и Кузык, которые в последнее время были в составе, они достаточно, когда внесли такой креатив. Было видно, насколько наша команда действовала скованно. Заря лучше владела мячом, но в принципе моментов она не создала. Мы не позволили сопернику играть опасно у наших ворот, но при этом и сами не создавали моментов. И это наша проблема уже на протяжении длительного времени. В перерыве я сказал футболистам, что мы должны лучше владеть мячом, если мы хотим сегодня выиграть. Каминчане не собирались отсиживаться в обороне и во втором тайме. И вот уже многоходовая атака завершилась скидкой карикари на горы Малакяна, который наносил удар метров с 18, выше ворот. Постепенно гости начинают прибирать инициативу к своим рукам. Луганчане получают право сразу на несколько угловых подряд, а Панькеву приходится выручать своих партнеров после ударов, вышедших в перерыве Бонавентуры и Паулинио. Сталь же отвечает контратаками, одна из которых завершается ударом под острым углом, заменившего задираку Васина. Мяч пролетел мимо дальней штанги и едва не угодил в угловой флажок. По такой игре судьбу матча могла решить всего одна ошибка, и ее допустили Столивары. На 74-й минуте Лепартия заработал штрафной метрах в 30 от ворот. Последовал дальний удар от Гречишкина, Панькев отбил мяч перед собой, и первым на добивании был Караваев, которому не составило труда переиграть голкипера Каменчан. Пока хозяева приходили в себя, счет увеличился. Последовала банальная обрезка на своей половине поля, и Бонавентуры выскочил на свидание с голкипером, обыграл вратаря, а затем в штрафной разобрался еще и с двумя защитниками и вернувшимся к линии ворот Панькевым. 0-2. До определенного момента ни одна из команд не заслуживала победы. Мы выпустили Васина, затем хотели заменить еще одного атакующего игрока Донсо. Он стоял рядом со мной, готовясь выйти на поле еще при счете 0-0, а вышел при счете 0-2. То, как мы предоставили шансы забить Заре, ну нет слов, просто подарили сопернику победу. Пропустили два быстрых гола, и игра была окончена после этих мячей, забитых нам. Да, фактически игра была сделана. В оставшееся до окончания матча время гости спокойно контролировали ситуацию на поле, а попытки каменчан провести хотя бы гол престижа не увенчались успехом. Сталь идет в отпуск на минорной ноте. У команды соперника не было особо много моментов, получается, такой нелепый штрафной пропустили, и потом второй гол. Это игра, это футбол, поэтому что есть, то есть. На сборах будем работать. Я надеюсь, следующий сезон, это продолжение сезона будет удачным. У нас достаточно атакующих игроков, три форварда и четыре вингера. Но не хватает футболистов в созидании, ведь создание опасных моментов – это не только игра нападающих, а действия всей команды. Если не кормить нападающих, то забить невозможно. Как оцениваешь в целом выступление команды в первой части сезона? Конечно же, хотелось здесь намного лучше, потому что задача попасть в шестерку. Сейчас это становится практически невозможно, очень сложно. Но будем бороться дальше. У команды были хорошие игры, так же, как и сейчас, можно сказать. Но где-то чего-то не хватает, не знаю. Закончился сезон, уже будем готовиться к новому сезону, с новыми силами, будем разбирать ошибки и делать выводы. Прежде всего, хотелось бы извиниться за это полугодие. Выдалось оно, конечно, неудачно. Но у нас еще все впереди. Сами должны понимать, что команда так быстро настроится. Нам все нужно время. Мы не опускаем рук, голов и будем стремиться показывать результат в следующих матчах. Я думаю, что шансов уже мало попасть в шестерку. Но я думаю, что есть сезон следующий. Я думаю, что мы все будем болеть. Я думаю, что команда будет показывать хороший футбол и будет на достойном месте. Что ж, теперь команда планирует выход из отпуска 16 января. Впереди отпуск, ну и, конечно же, новогодние праздники. В чемпионате началась зимняя пауза, а у футболистов долгожданный отпуск. Где и как Столивары проведут свой отдых и новогодние праздники, смотрите в нашем материале. Ну, скорее всего, буду дома. У меня только сын родился, он еще маленький, чтобы куда-то ехать. И я за ними очень сильно соскучился и хочу быть дома. Мы всей семьей, все праздники, Новый год, Рождество планируем и будем дома. Вот не пропитывайся. Сначала поеду домой, побуду дома с семьей, с родителями. Ну, а потом, наверное, куда-то полететь надо в теплые страны, отдохнуть, хорошо восстановиться, чтобы подойти полностью с новыми силами к новому сезону. В теплые страны не собираетесь? На море? Ну, хотелось бы, конечно, но есть дела, которые нужно решить. И придется остаться в Киеве. Поеду к себе на родину, в Донецк. Там у меня еще предстоит сессия, поэтому поеду в Донецк. Буду там Новый год праздновать. У меня там родственников много, поэтому поеду туда. Буду отдыхать со своей семьей дома в Сербии. Скорее всего, останусь в Киеве. Будем с семьей. У меня у ребенка день рождения, у жены день рождения, поэтому проведем этот отпуск вместе. Новый год, может, поедем во Львов отмечать. Новогодние праздники, Рождество проведешь на Донбассе? Да, да, да. Буду там с семьей, с родителями, с друзьями. Проведу в Донецке и Рождество и Новый год. Новогодние праздники, Рождество дома. Кругу семьи. Ну да, конечно. Вот такой получилась наша футбольная неделя. Это был проект «Время стали» на телеканале МИС. Мы желаем нашим болельщикам положительных эмоций и хорошего настроения. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok